Приветствуем вас на нашем канале. Из-за событий на Украине оперная дива Анна Нетребко оказалась между молотом и наковальней. Какое-то время вокалистка старалась сохранить нейтралитет, не озвучивая свою позицию по поводу действий российской армии. Но долго отмалчиваться она не смогла. Зарубежные работодатели давили на звезду, отказываясь от дальнейшего сотрудничества с ней. Иностранные боссы желали, чтобы Анна выбрала сторону конфликта. И в итоге Нетребко сдалась. Она опубликовала обращение, в котором осудила спецоперацию. Теперь же в России Анну считают предательницей. Некоторые соотечественники говорят, что Нетребко отвернулась от родины ради сладкой жизни за рубежом. Тем временем блогер Арина Феликс заступается за звезду. Артистка считает, Феликс должна думать о благополучии своих близких. Например, и единственного сына Тьяга, у которого диагностирован аутизм. О будущем мальчика артистка заботится уже сейчас. Дескать, по большому счету, плевать ей на возмущенный ее поступком народ. Нетребко в первую очередь мать. Она заботится о своем сыне и его благополучии, а не о том, кто и как о ней подумает, – рассудила блогер. Арина Феликс не понимает, зачем звезды высказываются на темы, в которых мало что смыслит. А требовать от артистов политических или еще каких-то заявлений точно нельзя. События на Украине – это крайне важная тема, но лично я считаю, что Владимиру Путину лучше знать, как поступать и что делать. А нашим звездам пора уже прекратить открывать рты по этому поводу. Когда-то Высоцкий сказал, «У меня есть претензии к властям моей страны, но решать я их буду не с вами». Мудрее этих слов я еще пока не слышала, заметила Феликс. Напомним, что, осудив российские власти и военных, Нетребко не смогла вернуть себе былые позиции. Пока вокалистку используют только как замену заболевшим вокалисткам. Недавно, Нетребко, выступая на сцене оперного театра Монте-Карло, встала на колени перед зрителями.